вот сегодня 11 пришел я проведать как они тут рыженький вот он подошел вот буско бускины дети здесь а да буско хорошая кошечка моя а вот она у нее беленькая легла но все легла опрокинулась а ну и рыженький ходит вот он где там зажги-ка свет везде все так посмотрим сейчас я тряпочка опущена а чтобы они по ней поднялись вот они вот они играют они осваивают место я не так играют бегают прыгать а спали все они вот на этом стуле видишь а вот нет гликерии то тут она просится володя грито не как некому не до тебя там и дичь надо уже сменить еще делается посмотри сколько на полу грязи а там нисколько и как ты противничала гляди там как закрыто вот они играют значит сейчас володя где там говорит да достать земли стухой насыпать туда и тонким слоем и запасные чтобы ведра были целые мне хоть все время держи его хоть потеряй в кубери никому не отдавай так ты говоришь что они вчера мышек поймали да они вот там вот под столом кто поймал буско большая буско конечно ну и где они эти мышки то они здесь вот были играли по ну тихо смотри смотрите делать это он сейчас садится будет там вот где он будет ходить это я вот там приучил так он нигде нет и сидит порыл все и зароет главное все как надо так и куда эти мышки делись но эту мышку выбросила одну выбросила ты понимаешь нет что кошка назначение кошки для того слушай внимательно чтобы ловить мышей и кошка будет приносить из живых даже живых смотри вот отсюда видно как это закройка следует закрой туда живых леса приносит курицу положивую они на ней учатся волк приносит ягненка и учат волчат кошка приносит мышку от и выбросила для чего это ли них лакомство самая лучшая краковская колбаса а ты выбросила я вот тебе говорил на голубя от нее мышку поймал руками и принес домой потому что она их учит а ты сейчас отобьешь дальше не будет ничего не ловить не мы это не надо зачем они бросили ее ушли они ели они ее сосали ушли совсем она лежит они даже не подходили к ней да зачем тебе за них решать подходить не надо они знают когда подойти значит больше не прикасайся к мышам даже никак нельзя наоборот надо дать вот если это землеройка они ее выбросить есть не будут она у них не идет она задавит и положит и они есть не будут у них уже аллергия на них и и и вырвать ваш как дальше делается ну и вчера также и никуда не не никак их не надо делать на руки может съесть это как сюда за залазить свободно сюда обратно тоже слазит по лесенке я пришел посмотреть на них как они сейчас принести надо где-то ты приготовься пойдем вместе получать пенсию я не хочу сейчас идти мне нужно будет не пойдешь все ясно не по ней не поешь запомни это больше тани не лезь я без моего ведома в его машину не садись дайте мне нужно капусту будет купить я тебе сказал за пенсию сегодня идем мы вернемся и ты все сделаешь внимательно сказал и идем вместе вместе возвращаемся где вити туда я сказала это закон мне не надо никаких объяснений я беру тебя за руку идем получаем я возвращаюсь знаю что ты не упала целая невредимая все вот она ходит так теперь ты сделать так везде пройди где чтобы она могла пролезть и а тут она не пролезет и задавила везде то есть вытащить все раздать как куда угодно но чтобы они имели доступ пройти со всех сторон не вплотную к стенке не бегают там ведро вплотную не подойдет и ты сама посмотри где где диван можно маленько там сидят стенка прижимает отодвинуть у нас вчера они тоже поймали потому что голуби они с крыши вот здесь вот с потолка лезут вот все такое вот отсюда оттуда вот вот они видишь здесь кругом земли было полно там нету дверку не пролезет никакая мышка не знаю пролезет нет она но факту что не знаю там ним не пролезет никак такая маленькая он там я смотрю вижу хвостик и лапку может быть и так володя придет ты его попроси тут замазать глиной или как они здесь все я легла спать уже вечером в одиннадцатом часу они здесь спали все соскочили и ко мне туда на кровати на кровати надо когда ложишься спать не приучая наоборот чтобы могла спать спокойно закрой двери меня я проснулась уже в час потом легла не могла уснуть потому что они из но потому что днем спишь причина одна не спала будешь спать днем из тебя и стами так чтобы только легла и поплыла здесь дверь закрой чтобы они тебя не беспокоили сон должен быть спокойный поняла я тебе даю точную инструкцию как вот я их приучал ко всему что есть это бегать ловить вот она вся лишь как а здесь где-то я картошечку такую дала нет маленького такую свеколку с хвостиком вот они уже и ты бы видел что они теперь если покормила но не съели где-то или холодное место или что кислятины не корми отдельно должна быть вода где вода у тебя покажи воды не налила не налила это уже день прошел и все еще не налила ну как это так это можно понимать мне не оговорки надо чтобы было обеспечено так ты вот поставила смотри опрокинет она на 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 эту наступит и опрокинет ты опять не думаешь ты вот под эту вот раз в ней края такие а где у тебя ты который принесла привезла ты зеленые то она еще упакована у меня достань сутки уже идут найдет еще что так вот так вот он наступит в это опрокинется вот она опрокидывается здесь надо со всех сторон подложить дощечки или как чтобы не опрокинулась а зачем в трех местах это а потому что не 2 едят а ей подойти никуда она она подойдет не надо это делать они подойдут ты делаешь не то что из а воды нету кошка все время должна иметь свежую воду вытащи это сейчас найди где она у тебя все понятно все понятно все 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 вот в этом женщина отличается от мужчины у нее никакой собранности ничего нету куда вывезет а куда вывезет к разводу и поэтому столько жён разведенных он она все по-своему делает. Тряпки повешает, где не надо. Вон он играет как. Так, вода, чтобы была. Чашку-чашку немедленно найди и разбирай. Так, 20 минут или без 29 я захожу за тобой, и мы уходим. Ты была готова. Без 29 будь на крыльце. Выключай там везде свет. Им и свет не нужен. Шторки открывай. Руководство должно быть четкое. Мужики распустили жен своих. Меняют, думают. Ладно, второй, третий раз женю, четвертый. А все одно и то же. Такой же утлый сосуд. Оденьте на них платье. Как следует. Платки. Вот так вот, чтобы было. А то постоянно у них видится. Все. Никогда не трогай, когда не играет. Как будто ты не видишь. А тебе надо погладить. Ну, сразу раз начинаешь. Ты взбила у него игру. А они учатся ловить. В их жизнь не надо вмешиваться. Кошка это вольное животное. Ее на цепи не держат. Не собака. И здесь они туда залезут и там играют. Они играют. Ты вот здесь вот подумай. Смотри у тебя сколько там. Да, там. Там пустые бутылки. Вытащи все оттуда. Там, там. Я про это говорю. Это для мышей. Она за бутылку не залезет. Абсолютно везде, чтобы был ход для кошки. Взять мышей. Отодвинь оттуда все это. Ты ничего не достанешь. А все я уже убрала. Ну вот, ты посмотри, убрала там. Посмотри сколько газет. Она мне пройти не может. Что ты убрала? Кого обманываешь-то? Ты не убрала. Там газеты навалены. Мусорный ящик околостенки. Кошка должна иметь совершенно свободный проход. Как ОМОНовец, когда ловит преступников. Женщина – это создание такое требующее руководство. За мужем. За. А она вперед лезет. Мужчину делает нулем. Мужчина, если один талант, а у женщины никакого. Пусть нуль будет, но сзади стоит. Уже в 10 раз увеличится. Это математика все показывает. А вперед встала, но в целых одна десятая от мужика. Размазала преподобного. Смотришь, Евтушенко четыре раза женился. Какого не возьмешь. Самая несчастная профессия на земле – это артисты. Они все там эти прелюбодейные сцены, все переносят на реальную жизнь на своей. Вот. Эксплуатируют труд детей, то другое. Вот никто не считал, везут себе. Вся Россия стояла на этом. Бочкой четверо детей везут. Картина Перова. Так, кажется. Я не знаю, кто писал это. Тройка. Фетюковская, наверное, галерея тут. Как она называется-то? Нет, это Петров, кажется. Ну да, Петров. А какой такой Петров, я его и не знаю даже. Ладно. Пошел. Вот это все привезли мы вчера. Надо разбирать. На столе, везде, всю посуду перепрокидывай, потому что рядом мыши. Все, пошел. Видишь как вот, проход пройти нельзя. Для ноги только. Не дай больше случиться. Это женская голова решает, грамотная. В дверь не пройди. Сегодня он вынесет в подпал Володя. Самое последнее, это оправдание. Запрещать. Ну, Володя вынесет. Я же не успеваю. Сейчас не надо. Я вынесу, вынесу. Я не уйду, пока все не разберу. Убери. Это все на пути. Вот это место у тебя должно быть полностью свободно. Это проход. Там хоть пять этажей ставь. Дорога на дверь, надо же быть открыта. Одна ступня только может быть. Все завалено. Володя придет. При чем тут Володя? Какое отношение? Ну, Володя Паченко его фокол сейчас уберет. Я сказал, не надо, я уберу. Я пояснил. Я уберу. Не надо кричать еще. А, ну убирай. Не надо. Не надо. Дорога должна быть свободна. Повтори. Дорога должна быть свободна. Все. В валенок залез. А Паля мать караулит его. Гоняет. Валенок залез. В другой валенок полез. Володяны валенки. Он шабарщит там, она не поймет, где хватает. Он там развернулся. В валенке. Видишь, она ему передавливает кислород. А достать его оттуда она не может. А она вот проводит сейчас урок ловли мышей. Преподает ему. Он сквозь голенище-то передает звук там. Скребется. А она его там отеребит как будто бы. Вот думали, что слепой. Мазали его. Промывали глаза святой водой. Он сейчас видит, бегает. А то выйдет, сядет, сидит. Перед мордой машешь. Свет не видит. Чего положишь, не видит. А сейчас видит, носится. Думаю, что хорошо видит. Это напружинился. Такие глаза, как подслеповатые маленькие. Это он на мать нападает, учится. Уроки. Уроки доброты и мужества, талант. Она валеной корябает. Как будто его еще делает. Показывает, как ему надо. И когти в этом рюме не выпускает. А то бы морду расгорябало. А он смотрит. Как это так? Вот так? А он-то не понимает. Он когатками корябает, все же видать. Это он не случайно бегает. Ему охота на двор сходить. И он куда-то лезет. Вот. Я его сюда толкаю. А это сушу большую коробку. Ой-ой-ой. Давай-ка сюда вот. Опять сюда. Ну-ка, давай сюда-сюда-сюда. Там упадешь, упадешь. Там ямка. Я за ним бегаю. А он никак не хочет тут. Что-то ему не нравится. Иди сюда. Иди, иди, иди. Вот тут сходи на двор. А этот ящик-то сушу. И что делать? Это он не случайно полез. Вот так. Вот как он. У меня ящик-то будет, где сушится. Я бы сейчас сюда сушу. Вот какая оказия, сколько бегают за ним. Паля вышла. Вот она, Паля, из погреба. А это мать ее, рыжая звать. Ну и что? Вот я им подарок сегодня какой дал. Давайте. Подарок принес. Тут и рыбы им приношу, и еще что-то. Так они любят. Я пошел там покормил маленьких, больших мышатницы мои. Замечательные кошки у меня. Высший класс. Смотришь, опять мышку едят. Я даже приноровился сам руками ловить мышей. Руками простыми. Но тут надо быстрым быть. Вот как. Еще, еще нету, нечего, да? Паля пытается отобрать. Давай, Паля, вот я тебе дам что-то вот. Все. Пушистая, как лиса. У нее отец такой, ну, белый. А это хвост длинный, руль. Замечательные кошки. А этот спит у меня. У Паля растет сынишка, котик. Вчера ему первый раз дали поесть. А то все, мамку сосал только. Она зализовала его, и нам было удобно. Нигде ничего не оставалось после него. Вот даже кошку, и нужно знать, какой порядок, чем питается. Вот у меня отец пастух был, 40 лет. 39 лет здесь, да поехал там со своей коровой, я ему засчитываю год. Он все знал, когда, во сколько выгонять и выгоняли, когда первые проталины появлялись от снега. Первые бочежинки, озерца маленькие, лужи на пицце коровье. И до осени, пока полностью, все не было покрыто снегом. А сегодня потеряю пасут по полдня. Полдня один, полдня другой. А потом начали рвать на часы даже. Вообще, народ другой совсем. На какой траве, сколько времени, во сколько пригнать? Одно время решили, кто-то там решил, что надо ночью тоже пасти. Ну, где-то недалеко, где-то молоко. Но отец не один меня взял. А я был маленький. Ну, наверное, не маленький, уже лет 6 было. Комар заедает, он меня плащом прикрыл. Ну, на утро подоили, коров-то что, они вышли, легли. Ему надо переживать коровам-то, что они взяли. Нет, молоко надо. Ну, а надо так надо. Берите. Выгнал отец, он пастух. Вот стадо коров 150. Быки-производители 6. Порозьев, порозьи называется, порозы. И все. Молока меньше. То есть, мы ее шевелим, корову-то гнать надо, она не идет. Ну, а как пасти-то? Надо на траву выгонять, они просто ложатся и все. И больше не стали. А то отсюда ли лошадь. А он как со мной рукой-то залезет? А я на лошади сижу. Тогда пустыши были. Там, где раньше арбузы росли. Ну, и там еще видно огурцы, дыни. Все росло в Потеряевке. А потом эти поля забросили или что, и сразу выросла полынь. Такая, что я на вершине, только головенка видать. На вершине коня. Ну, плодородная земля. Ну, что, все? Хорошие у меня кошки. Замечательные. Ласковые. Гликерия приходит и играет. А там, где гликерия у бабы Надьи, Надежды Васильевны, там тоже буска и два ее котенка. И получается, у меня вот здесь три и здесь три. А это вахтовым методом наверху голубятня. А раз голубятня, то пшеница, семечки там есть. Бывает еще что-то. Там и мыши есть. Их ловить надо. Вот они проникают в комнату, когда нас здесь нету. Вот сюда. А сейчас мы в храме тоже, еще там три кошки. Вот так. Получается, что у нас девять кошек. И это все необходимо. И поддерживается чистота. Ну, конечно, портит кое-что. Все на этом. Сегодня у нас 6 ноября 2018 года, вторник. Надо посмотреть, что на улице-то. Маленечко снежок идет чуть-чуть. Вот. Все покрылось снегом. Ну, и слава богу. Ну, и слава богу. ПОТБО, КОНЕЛДИНО1 Ну, и слава богу. 소� doable. ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...